День, я в эфире, и у нас наш традиционный, уже много лет, урок Тора, и только сейчас мы начали изучать, что такое Тора. Мы находимся в 27-х воротах из книги «Пуки праведников», и вот в этой вот 27-й, в 27-й главе мы как раз с вами сейчас разберемся, наконец-то, да, что такое Тора, разберемся, наконец, что такое Тора и что мы учим. Все, надеюсь, слышно мне хорошо, видно хорошо, сегодня в другой комнате, потому что, почему? Потому что внизу что-то были сбои с интернетом, я сейчас наверху. Итак, значит, мы уже разобрали, что такое Тора в принципе, в основном, и сейчас нам нужно, что нам осталось, двигаемся дальше, объясняется нам, как Тора передавалась и как Тора дошла до наших дней, как Тора передавалась и как дошла до наших дней, как ее учить. Значит, мы остановились на том, что дошла Тора до Вавилона, то есть был Иерусалимский Талмуд, Вавилонский Талмуд, Раф-Аши и его сподвижники закончили редакцию, можно это так назвать, редакцию Талмуда в Вавилоне, И после этого Вавилонская империя тоже, она рухнула. Рухнула Вавилонская империя. Мы знаем, что все древние империи, значит, Перси были древние, Ассирия, там были Римская была империя, были Греки, Александр Македонский. Все вот эти вот древние царства, они все исчезли. Нету фараонов. Где фараоны? Нету фараонов. Где римские императоры? Нету римских императоров. Где все эти вот, значит, как они назывались, там их цари, не знаю даже, да, Персидские цари были очень такие серьезные ребята. Но все они исчезли, и, как пишет автор этой книги, он жил примерно где-то 800 лет назад, значит, умножились войны в мире, пишет он, да, как сейчас, все, все как сейчас. Войска испортили дороги, раньше войска просто портили дороги, то есть были римляне, они, в чем, как бы, они молодцы. Они делали дорожки, по которым можно было на осликах, на лошадках ехать, то есть они мостили эти дороги, и, как бы, с помощью вот этих вот мощенных дорог, они захватывали какие-то страны, туда проделывали камеры, рабов заставляли сделать дорогу, и, значит, все вроде как по этой дороге потом можно было ездить. Пишет он, умножились войны в мире, войска испортили дороги, уменьшилось изучение Торы, и евреи не ходили учиться в Ешиве тысячами и десятками тысяч, как было прежде. Лишь некоторые в каждом городе и в каждой стране, остаток тех, к кому обращаются всевышние, изучают Тору, и понимают труды всех мудрецов, и познают заповеди, которые заповедовал господин Всего Благословеном. То есть, где-то это было, получается, 1500 лет назад, еще до возникновения ислама, евреи расселились по всему тогда миру. После вот этих вот мудрецов эпохи Вавилона, они назывались Амураем, потому что Амураем, это было название связано тоже учение, но на арабейском языке. И вот они, стало поколение, которое назывались Гаоны, гении, то есть, так они вот на иврите, так они называются Гаоны. Значит, и вот эти Гаоны, они знали весь Талмуд, Вавилонский и Иерусалимский Талмуд, знали наизусть, Сифра, Сифри, Тесефта. И они открыли тайны Талмуда, растолковали, объяснили там, то есть, все они знали, и они переводили то, что в Талмуде, там часть Талмуда написана на арамейском языке, был такой язык, который, он очень похож на иврит, но не иврит. Например, вот есть там русский, украинский и белорусский, они как бы похожи, это, ну, одна такая, одна семья языков, да, и тот, кто, вот я, например, белорусов понимаю, русский понимаю, украинский понимаю, то есть, тот, кто знает иврит, он, в принципе, процентов на 60, на 70, он может понять арамейский язык, но есть нюансы. И этот язык, на котором был составлен вавилонский Талмуд, он был понятен всем, жившим в Вавилоне, в ту эпоху, когда был составлен Талмуд. Даже сейчас, если мы читаем там тексты на древнеукраинском, на древнерусском, на древнеанглийском, того же Шипспира, да, не все понимают на английском. Теперь гаоны эти, они знали все наизусть, все эти книги, и они были дени, потому что человек, вот тут надо тоже понимать. Вот я сейчас занимаюсь, например, с Алексеем Бессоновым, вот сейчас у меня был час с ним урок, да, и мы с ним запомнили список из 60 слов, 60 слов, вот мы запомнили, да, с помощью его там системы запоминания. И у меня прям мозги, они просто устали, я реально, у меня сейчас, вот как выходишь иногда из спортзала физически, когда ты устал, тело уставшее, оно такое, а у меня мозг сейчас устал, что прям я очень с трудом разговариваю, даже можно сказать. Но они вот так тренировали мозг, запоминая все наизусть, изучая, анализируя и так далее, они это занимались там 10, 20 лет, 30 лет. То есть у них уровень мозга, они в заслугу того, что они так учили Тору, они удостаивались, вот дальше он об этом пишет, они удостаивались того, что у них открывался божественный дух. Руаха Коттедж это называется, то есть их интеллект был настолько, как работает у обычного человека интеллект, да, обычный человек проснулся, он такой, у него во сне какие-то ему снились сны, он в каких-то был историях. Потом он открывает глаза, ему начинают сниться сны наяву, он такой, так, ой, у меня же это, я должен был встать, потом куда, ой, что-то пятно на стене, вот, значит, все, надо идти умываться. Ой, что там у меня на, там еще где-то пятно, знаешь. Значит, дальше он объясняет, что вот эти Гаоны, они отвечали людям того времени, той эпохи, и через Гаонов перешли, значит, перешли эти знания, появился такой человек, которого звали Нуше Бен Маймон Асфарани. Это был Рамбам, и вот он, Рамбам, собрался силами, и он собрал все устное учение, всю Тору, и создал труд, в котором он изложил всю устную Тору, как он пишет, ясным языком и кратко, чтобы все устное учение было упорядочено и понятно всем без вопросов и ответов, а не так, чтобы один говорил одно, а другой иное. И он составил книгу, которая называется «Мишны Тора. Повторение всей Торы». И он написал в предисловии, что теперь не требуется, значит, иного труда для понимания любого закона Израиля. «Это моя работа», пишет он, «обобщает все устное учение вместе с постановлениями, обычаями и ограничениями, которые были введены с одни Машера Бейда, с одни Моисея и до составления Талмуда». А также все, что разъяснили нам Гаоны во всех своих трудах, и вот он составил труд, который называется «Повторение Торы». Значит, в этом труде, чтобы было понятно, 14 томов вот такой толщины Мишна Тора, то есть это охватывает все аспекты жизни в малейших деталях. Вот все, что только можно, в этом труде есть. Дальше появился Рашер, он жил тысячу лет назад, примерно тоже такой, его звали Рашер, это Робейну Шлома Ицхаки, сокращение. То есть на иврите принято, так как они были люди, у которых голова работала совершенно как, ну, на другом уровне, да, чем у обычного человека, они использовали разные системы работы с информацией, да, не было же компьютеров тогда. И они, например, вот его звали Робейну Шлома Ицхаки, Шлома зовут, Ицхаки фамилия, Робейну это учитель наш. Значит, они, чтобы не тратить время и слова впустую, они его назвали Рашер. Рашер это Робейну Шлома Ицхаки, сокращение с первых букв. Рамбам, да, его звали, его звали Моше Бен Маймон, Робейну, Робейну это учитель наш. Значит, он вошел в историю как Рамбам, Раби Моше Бен Маймон, Рамбам, сокращение. То есть, например, вот, там, к нам присоединился Илья, например, Барсуков, его бы называли, чтобы время не тратить, ИБ, ИБ, или Наташа Алексеенко, насмотрит, да, ее называли бы Но, Но. Значит, Елена Кокин, Ек, здравствуйте, Алла Грыска, ао, ао, Лазарь Францос, элэф. Да, зачем тратить вот эти вот длинные время. Хорошо, теперь дальше. Дальше был Рашер, и он понял, что из-за множества наших проступков умаляются сердца и усыхает разум. То есть, теперь, если Рашер, который знал всю Тору, который 600 дней постился перед тем, как сел писать свой комментарий, и который знал, ну, вот, наизусть, например, ну, все, там, не знаю, дни и ночи, он мог говорить наизусть с любого места, он сказал, что до этого мудрецы были более, более такие объемные, да, у них был мозг, работа лучше. И то поколение он написал, что умаляются сердца и усыхает разум. И это побудило его объяснить Талмуд и обучить знания судов Израиля. То есть, он написал комментарий, простой смысл слов, объяснение на всю Тору. Дальше были у него, у него были потом его внуки, которые, их было 60 величайших раввинов, и они были, жили они во Франции. Они, эти 60 раввинов, каждый выучил наизусть один из трактатов Талмуда. То есть, ну, это невозможно, тут хотя бы одну страницу, чтобы понять, нужно там сидеть целый день. Чтобы выучить наизусть, это же, это спор, это разговоры, это вот такая вот пересекающаяся мысль. Они выучили все это наизусть, 60 его учеников, и они нашли все места, вот, например, тут какой-то спор, идет какая-то мысль. Они все сидят. Один говорит, вы знаете, вот здесь в другом трактате на эту же тему написано чуть по-другому. И они садились, и они писали то, что называется Тософот. Это такой комментарий, в котором они разбирались. Здесь не сходится, но как оно может не сходиться, оно же должно сходиться. И они, значит, такие там у них были интеллектуальные споры. В общем, они это все написали комментарий к Талмуду. Дальше тут есть полезная для нас информация. Значит, написано в трактате Хадига, что нужно повторять свой урок 101 раз. И тот, кто повторил 101 раз, знает во много раз лучше, чем тот, кто учит свой урок 100 раз. Дальше написано, что Рейш Латиш, такой был великим мудрец, перед тем, как отправиться на урок к Раби Йоханну, повторял закон 40 раз. То есть, вот то, что мы сейчас с вами учим Тору, это мы знакомимся. То есть, у нас такая ознакомительная экскурсия. По-настоящему, если вот человек хочет какое-то знание сделать своим, да, то он, вот смотрите, в детстве мы как запоминали, да, вот, например, Анделина или там Валентин. Первое, значит, маленький ребенок, у него мозг, он корчистый лист бумаги. Кстати, вот тут не говорите мне, будь здоров, потому что вот тут написано, смотрите, прям про будь здоров, я подчеркнул. Во времена мудрецов Талмуда шли учиться на 10 лет и более, и учились постоянно, и настолько беспрерывно, что если кто-нибудь чихал, ему не говорили, будь здоров, чтобы не прерывать занятия. Так написано в Талмуде в трактате «Броход». Из этого каждый может понять, насколько беспрерывно они учились. То есть, известно, что я вам расскажу сейчас историю про самого великого мудреца за всю историю еврейского народа, его называют «самый великий мудрец». И его история, она очень примечательная. Звали его Раби Айтива, он жил уже после разрушения второго храма, то есть где-то он жил в районе сотого года нашей эры. Я не помню, сейчас можно точно узнать, когда жил Раби Айтива, вот он здесь, Чаджи Пяти, и сейчас его спрошу, когда жил Раби Айтива. И Чаджи Пяти скажет, что Раби Айтива жил примерно между 50-м и 135-м годом нашей эры. Он был одним из величайших еврейских мудрецов и учителей Мишны, сыграв значительную роль в развитии устного еврейского закона. Раби Айтива стал символом стойкости и мужества во времена римского правления в Иудее и принял мученическую смерть во время гонения римлян на евреев. То есть римляне, они были идолопоклонники. И когда они пришли, они разрушили второй храм Иерусалимский, это место, где поклонялись единому Богу. И они насаждали культ, в Риме было идолопоклонство. И, значит, сейчас нам Чаджи Пяти скажет, что сколько у них было множество богов и богинь, что является частью римского политоизма. Основные боги включали, и он дал семь основных богов у них было. Юпитер, Юнона, Минерва, Марс, Венера, Нептун, Плутон. Кстати, видите, они планетам поклонялись, получается. Все эти у них боги, идолы, это просто были планеты, которым они поклонялись. Теперь, получается, вот эти вот римляне, идолопоклонники, которые убивали всех. Вот то, что у них было в законе. Сейчас мы узнаем, какие они делали преступления. Но они были, рабство у них считалось нормой. А рабы часто подвергали жестокому обращению. Аплодиаторские бои, кровавые сражения на жизнь и смерть для развлечения публики. Патриархальная власть. Глава семьи имела абсолютную власть, включая право жизни и смерти над членами семьи. Представляете? То есть, например, папа мог убить вообще всех в семье по закону. Как вообще? Сексуальная эксплуатация. Проституция и сексуальное использование рабов были узаконены и широко распространены в древнем времени. Хорошо. И, значит, что мы отсюда видим? Вот они вот эти вот, значит, я спросил о педофиле. У них отношения между взрослыми мужчинами и подростками рабами, значит, считались, не считались преступлением или аморальными. Понятно, да? То есть, это страшные люди были. И вот эти вот римляне, они, значит, разрушили храм. И рабе Айтива был один из мудрецов той эпохи. И он поддержал восстание евреев против римлян. Римляне это восстание подавили. Это была иудейская война. И разрушили храм. И вырезали практически все население. Миллионы евреев они тогда убили, уничтожили. И, значит, как, откуда взялся раби Айтива? Вот эту историю я вам хотела рассказать, чтобы мы поняли, что такое вообще изучение Торы. Значит, когда он был молодой, он был пастух. И он был, написано про него, что он был сын принявших иудаизм. Хорошо. Значит, его родители были принявшие иудаизм. И он был, родился в бедной семье. Был пастухом. И не знал Тору до сорока лет. И вот, значит, он был такой пастух. Представьте себе, представьте себе древний Израиль. Значит, очень, ну, старый город Иерусалима, храм. И живет там такой пастух, бедный пастух такой, прямо неграмотный. И вот он, пасовец. И рассказывает нам устная Тора, что была в то время девушка по имени Рахель. Она была дочкой одного из трех самых богатых людей в Риме. Звали ее папа Кальба Савуа. И вот, значит, вот это вот Рахель. Она увидела раби Айтиву, который пасовец. И она увидела в нем, значит, великую душу, говорит предание. То есть женщины, они, некоторые смотрят на душу, некоторые смотрят на тело. Но она увидела в нем какой-то великий потенциал. И она подошла к нему и говорит, смотри, если ты пойдешь учить Тору, то я тогда выйду за тебя замуж. Ну, раби Айтива постук. Очевидно, это дочка олигарха Рахель была очень красивая. Может быть, да, но духовно красивая мы видим. И с конца истории мы видим, насколько они были духовно высочайшие люди. И он сказал, хорошо, я пойду. Она, значит, пришла к папе и говорит, папа, я выхожу замуж за высоко духовного, потенциального, очень великого человека. Папа ей говорит, там тоже, наверное, был патриархат, да, в то время. Говорит, если ты выйдешь за него замуж, я тебя выгоню из дома и лишу наследства. Она говорит, истинно дороже, значит, и вышла за него замуж. Раби Айтива сел учиться в Ешиву. У него ничего не получилось. То есть он вот был уже в возрасте, ему было 40 лет. И он, значит, попробовал учить Тору. Значит, он был до этого неграмотный. Ничего у него не получилось. И он вернулся обратно. Папа ее выгнал. Они живут в дикой бедности. У них спят они на соломе. Есть несколько историй от того времени. Спят на соломе. Один раз было, что они даже солому кому-то отдали. Роженица, которая не на чем была рожать, они отдали свой соломиный матрас. И он вернулся пасти овец. Кушать надо. У них уже родился ребенок. Вот они живут такой бедности. Он пасет овец. И вот однажды он шел с этими овцами и раздумывал. Почему хорошо быть пастухом? Потому что, когда ты пасешь овец, ты находишься в состоянии постоянной такой медитации. У тебя нет все время, ты с кем-то там не разговариваешь. И ты все время такой, как бы слышишь природу. Слышишь вот этот весь мир, запахи. То есть ты взаимодействуешь со Всевышним через природу. И тут ему он наблюдал за этой природой. И тут он видит, что вода капает на камень. И так как вода это был какой-то родник, вода капала уже долгое время, то он видел, что в камне была уже дырка. И он задумался. И он говорит, если вода сделала дырку в камне, так неужели слова Торы, которые... Тора это огонь и значит это от Всевышнего, знание от Всевышнего. То есть это огонь, это просто высшая сила, энергия, это структура мира, это совершенно что-то невероятное. Оно не пробьет путь в моей памяти, оно не зайдет что ли в мои эти нейроны. Он тогда не знал слова нейроны, но он говорит, неужели слова Торы, они не зайдут ко мне в сердце. Если вода даже сделала дырку в камне. И он понял, что у него был неправильный подход. И у него был уже в то время сын, которому было там 5 лет. И детей отдавали в хедер. Хедер это место, где детей учат читать и учат детей Тори. И как детей учат Тори? Сто-кратными повторениями. То есть он понял, что когда в большом возрасте сразу набрался, завалился книгами, как есть сейчас. Но не люди, которые хотят учить Тору, они сразу там уроки Ицкак, уроки Байкмана, уроки того, уроки сего. Но они слушают много. То есть эта вода входит в их мозг, а дырку не делает. В одно ухо заходит, в другое уходит. И они совершенно, вроде бы они в тот момент, когда они слушают, они присоединяются к вот этой вот волне Wi-Fi Божественной. А когда они перестают слушать, их внимание, их сознание возвращается в их старую, старую вот эту вот жесткий диск, в котором запомнено взлетись кострами синие ночи. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Много хочешь, мало получишь. И любовь зла, полюбишь и козла. Вот это они все помнят. А вот Тора, который они слушали, я помню, как один передавал, вот, слышал урок интересный. Но вот не помню там о чем, но вот было очень прикольно. Послушай, вот послушай, тебе тоже понравится. То есть у них с Торой взаимоотношение, что их душа в момент, когда он слышит, она наполняется. А в момент, когда он отключается от слушания Торы, то он опять попадает в старую свою структуру. Радио Тива, он сел со своим сыном в Хедере и начал повторять по сто раз, как учат дети. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Это первых пять букв. И вот он сто раз повторил. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Вав, Зайн, Хэт, Тет, Ют. Оп, и вот он эти десять букв, он повторял сто раз и запомнил первых десять букв. Потом он повторяет дальше. Каф, Ламет, Мэм, Каф, ну, следующие буквы идут, да? Нун, Айн, Нун, Самых, Айн, Пэй, значит, Цадик, Куф. Это уже мы двадцать букв повторили. И остается еще две буквы. Рэйш, Шин, Таф. Три буквы еще. Все, всего есть двадцать две буквы. Пожалуйста, значит, за один день человек, который повторяет, он их выучит. Потом, но завтра забудет. Значит, он завтра опять их будет повторять. И завтра он уже десять из них не забудет. Послезавтра он будет повторять. И он уже пятнадцать не забудет. А вот если он на четвертый день повторит, то за четыре дня он по-любому выучит двадцать две буквы однозначно. Теперь, когда он уже знает двадцать две буквы, он может сложить первую и вторую буквы. Получится Алиф плюс Бэд. То есть, один плюс два, да? Первая буква, вторая. Получается слово АВ. АВ – это Отец. Первые две буквы – это АВ – Отец. И он повторяет АЛЕФ Бэд, АВ. АЛЕФ Бэд, АВ. А теперь АВИ-Ну – это Папа наш. АВИ-Ну – он уже может сказать, что Бог – это Папа наш. И АВ – это тот, от которого Отец, да, от которого исходит. И вот Раби Атива сел и начал, он так все это учил, он учил, учил, учил. Ему было сорок лет. Его желание учить Тору было настолько велико, что уже через десять лет он пришел к самым великим раввинам того времени и сказал, что я хочу у вас учиться. И вот рассказывает история, что он ушел там к каким-то далеким раввинам на двенадцать лет. Жена его отпустила и говорит, это самое важное, я ради этого за тебя замуж и вышла. И он ушел на двенадцать лет учить Тору. То есть его без остановки, без вообще любого отвлечения. А именно он погрузился полностью, стопроцентное погружение. И через двенадцать лет он возвращается и приходит к ней домой. И в это время слышит, она, значит, ругается, не ругается, а общается там со своей соседкой. И с соседкой ей говорит, ну что, типа, где твой муж, ну что у тебя за жизнь? Ты, значит, вот вышла замуж, а муж твой на двенадцать лет ушел из Шива. А она говорит, ты, Рахиль, это же жизнь, она же только путь, да? А жизнь-то вечная, она вечная. Поэтому, говорит, если он еще на двенадцать лет уйдет учить Тору, а получается, что когда соединяются в одно целое муж и жена, в одну душу они соединяются, да, так, две с половиной целого, то то, все то развитие мужа, которое происходит, оно передается жене тоже. И она, значит, чем выше поднимался Раби Аки во всем духовном развитии, тем выше поднималась его жена Рахиль. И она говорит, если он еще на двенадцать лет уйдет, именно учить Тору, так я буду счастлива. Раби Акива это услышал и вернулся еще на двенадцать лет учиться. Так спрашивают мудрецы, а почему не зашел домой? Ну, он же уже пришел. Зайди домой, хотя бы день-два, там, неделю отдохни, проведи с женой и вернись обратно. И отвечают, двенадцать плюс двенадцать не равно двадцать четыре. Но мы можем спросить, а почему не равно? Равно, то есть из нашего опыта, двенадцать плюс двенадцать равно двадцать четыре. Но не в изучении Торы, потому что в изучении Торы самое главное это стремление сердца. То намерение, которое есть у человека с помощью Торы соединиться со Всевышним. Теперь человек, который, у него есть выбор. Он двенадцать лет не видел жену, двенадцать лет не спал в нормальной кровати, а он двенадцать лет, значит, только учил Тору. Теперь и у него есть возможность расслабиться, отдохнуть, или же вернуться еще на двенадцать лет. То вот такое самоотверженное изучение как раз и сделало Раби Акива. Через двенадцать лет он возвращается, уже прошло двадцать четыре года, он возвращается в Иерусалим, и с ним вместе двадцать четыре тысячи учеников. Он стал просто суперстар. В то время мудрецы это были звезды настоящие. Не Леди Гага и не там, я не знаю, Билли Айлиш, которые поют, что я ничего не понимаю, и вот мне так сердце тянется любить. Ну, это смысл весь всех песен в одной фразе. Сердце тянется любить, но я лежу на полу и рыдаю. И, значит, опять я влюбилась не в того, и опять я рыдаю на полу. Вот это все у них как бы песни современных звезд. И, значит, Раби Акива возвращается, его встречают все самые знатные люди Иерусалима. И тут женщина как-то пытается к нему пройти, и он говорит, раступитесь все, говорит, это все заслуги мои, и все заслуги ваши, и вся Тора, которую выучил я, и вся Тора, которую выучили вы, принадлежат ей. И все раступились. Рахель, жена Раби Акива, она как раз встретила своего мужа, которого, можно сказать, она и создала. И ее папа Кальба Савуа, олигарх, который выгнал ее тогда из дома, а он осознал всю эту ошибку, и Раби Акива стал тогда величайшим мудрецом, который до 120 лет, он был главой мудрецов, и в 120 лет дремляне, вот эти вот головорезы, педофилы и эти самые маньяки, они его казнили. И когда они его разрывали, разрывали они его этими самыми такими крючами, то Раби Акива в этот момент смеялся над ними и улыбался, и ученики его спрашивали, это Тора, это награда за Тора? Он говорит, да, я всю жизнь об этом мечтал, чтобы я мог осознанно отдать душу в служении Всевышнему. И он поднялся на такой высочайший уровень, что он является символом таким экстремизма в позитивном взгляде на мир, да? Был его учитель, его звали Ишгамзу, он говорил, это тоже к лучшему, это тоже к лучшему, он все умел повернуть к лучшему. Раби Акива он говорил так, что все, что Бог делает, он только для добра делает. То есть ничего не надо даже поворачивать к лучшему, оно и есть добро, просто нужно найти тот ракурс, под которым даже он свою смерть рассматривал, да? Он говорит, я же в Шмайсрееве всегда говорил, что будь готов за Бога отдать свою душу. Так, а я бы теперь отдаю свою душу. Отлично, все равно 120 лет уже умираю, да? То есть, так говорит, так я зато умираю, освящая имя Всевышнего. И он даже в этом увидел добро Всевышнего, которое Всевышнему дал в конце джекпот, чтобы получить еще больше уровень духовный, на который поднялся Раби Акива. Все, всем удачи и успехов. Значит, то, что мы сегодня поняли, практичное, да? Повторять надо 40 раз или еще лучше 100 раз. И взять лучше один отрывок из притчи Царя Самода на Иврите, 100 раз повторить и запомнить его, положить на ту же полочку, на которой лежат дети с кострами синие ночи. Мы пионеры, дети рабочие. Но там были хорошие слова. Закончим позитивной нотой. Близится эра светлых годов. Клич пионера Вивонг Маше Ахнау. Мы хотим, чтобы Маше пришел сейчас. Все, всем удачи и успехов. С Гожей помощью встречаемся завтра. Сейчас очень хорошо помолиться, чтобы Бог дал вам силы служить Богу, чтобы Бог дал вам силы постигать Тору, дал для этого хорошую память, хорошее здоровье, хорошее благополучие, хорошие легкие деньги, чтобы приходили без больших затрат, и чтобы не было никаких проблем в жизни, которые мешают учить Тору. До завтра.